И я вам хочу сегодня показать немножко Walmart. Я вообще в свое время, у меня уже закончились вот эти вот Walmart. Закончились показы, когда я показывала флайеры. Но сейчас иногда все-таки люди спрашивают, интересно знать по ценам, ориентироваться на электротовары, какие-нибудь продукты и так далее, и так далее. И для меня есть много магазинов, огромнейшее количество флайеров, которые мы получаем из разных магазинов. Но на мой взгляд, Walmart это самый показательный магазин. Он, как сказать, национальный магазин. Цены здесь не завышенные, не заниженные, они нормальные. Потому что часто есть магазины, в которых завышенные цены, часто есть магазины, в которых как бы намного ниже среднего цены. А это нормальный товар, нормальная цена. То есть неважно, в какой точке Канады вы будете жить, примерно цена как бы она одинаковая. Да, меняется налог на этот продукт, который вы видите, но по большому счету получить как бы какой-то ориентир и как-то понимать, какие цены можно. Сейчас у нас движется очень много праздников по всем религиям, и по крестьянским, и по индуистским, я не знаю, как индусским, и еврейским, и католическим. Сейчас все-все они совпадают. И в связи с этим потихонечку, конечно, реклама идет к праздникам. Но так как сейчас у нас начинается, приближается празднование Happy Easter, Easter это как Пасха на русском, то, что называется Пасха, то, конечно, это совпадает. И я хочу вам показать, какие популярные продукты идут у нас вот здесь, на стол. Вот это вот, как вы знаете, первая и последняя страница флайера, это обычно самые популярные и самые лучшие дилы, которые есть в магазине. Вот, Happy Easter написано. Значит, вот такая вот плата, то есть сыры, колбаски, вот это есть такие уже платочки, наверное, можно купить. Или просто для примера, а не для красоты это поставили. Значит, вот можно будет купить такую вот вырезку Luan. Я ее в Коска беру. Вот будет 1,77$ за паунд. Килограмм, получается, 3,90$ будет стоить. В сыром виде будет продаваться, это вы, в смысле, сможете такое сделать. Поэтому вот такое вот копченое, ну, я ее называю пастрама. Здесь они называют это Smoke Ham. Это то, что называется Ham, жамбон на французском. Вот здесь менее 2 кг за 10$. Такая вот пастрамка. Ее обычно либо просто подогревают в духовке. Я люблю это просто варить где-то примерно час. Такой кусочек я варю полностью просто в воде. С него выходит лишняя соль, он приобретает более сочный такой вид. И к картофелю запеченному, например, можно подавать. Вы нарезаете тоненькими кусочками, как такие стеки получаются. Сыр за 3,77$. Даже картофель продается. Ну, и какие-то там игрушечки. Это просто как пример. Значит, вот я хотела вам это показать. Ну, помимо того, что как бы здесь обычные все цены идут сначала обычно на продукты. Потому что мы знаем, что у нас в Волмарте и продукты, и одежда продается, и канцелярия, и, в общем, нижнее белье. То есть, все, что в вашей душе только может быть угодно и не угодно, все можно найти в Волмарте. Вот, это все еще еда. Я хотела вам показать, потому что меня часто сейчас спрашивают опять очень большой. У меня было одно время, что на канале было много людей, которые должны приехать в Канаду. И этот прошел уже, прошла эта волна, и сейчас идет другая волна, следующая. И часто спрашивают меня показать цены, рассказать. Я вам уже, как и говорила, что цены абсолютно могут быть любыми. И цены разные, они колеблятся, понимаете. Можно купить чайник за 10 долларов, можно купить чайник за 200 долларов. Цены, как бы интервал цен огромнейший. Естественно, все зависит от бренда, естественно. Но я говорю, что когда человек приезжает первый год, и гида такая. Выжить и пережить. Потому что победить – это не лозунг первого года. Первый год люди приезжают. Шок от того, что вы уехали, от расставания. Шок от пребывания. Неважно, насколько вы готовы к этому, окей? Особенно, если вы с семьей едете, у вас есть дети, особенно, если дети разновозрастные. То есть, чтобы дети влились в какие-то школы, в какие-то компании, в какие-то садики. Создать им какую-то рутину. Мы уже молчим про вашу рутину. Какую-то работу найти. Но если у вас есть профессии, найти работу по профессии. Если нет профессии, то найти, зацепиться за работу. То есть, понять, как вообще здесь люди живут – это первый год. Я говорю, это как бы выжить и пережить. Вот это девиз первого года, я считаю так. И, боже, там мультик работает. Вот, и как бы вы одупляетесь. Вы понимаете, где вы находитесь. Как бы на второй год вы уже становитесь, вот этот шок проходит. Уже как бы состояние осознанности присутствует все больше. Вы понимаете уже, какие цены, где какие, где магазин, который понравится вам больше, магазин, который нравится меньше. И в начале… Габи, чего ты кричишь? Это не папа, это и дота. Вот. И, конечно, в начале часто у людей есть очень маленькие бюджеты. Они иногда очень боятся его сразу растрачивать, потому что они не знают, как сложится в ближайшие месяцы их жизни в новой стране. Поэтому, естественно, мы все можем пойти и купить хороший бренд. Это, знаете, самое простое, что можно сделать, это купить известный бренд, который, конечно же, вам будет служить. Но, поверьте мне, намного проще. Все говорят, вот зачем платить дважды. Так вы можете рассуждать, когда у вас уже знаете работа, когда вы уже, в принципе, понимаете, как будет… Можете предвидеть ближайший год, который предстоит. Год, когда вы приезжаете, вы ничего не понимаете, вы ничего не знаете, что с вами будет. И очень много страхов присутствует. И, как говорится, it's ok. С этим ничего не поделаешь, это просто нужно пережить. Все, и оно все пройдет, все пройдет, все проходит. И поэтому, как бы, моя рекомендация, даже если вы можете позволить себе купить хорошие бренды. Я не говорю сейчас про людей, которые просто приезжают с неограниченным запасом денег, потому что в Канаде денег нужно очень много. Вот. Вы можете, конечно, тратить, как вы хотите. Но если мы говорим про статистических средний класс, то не обязательно покупать большие бренды. Придите в Walmart, возьмите самые дешевые бренды. Чайник, тостер, я не знаю, что вам там нужно. Там овен маленький какой-то, микровейв. Ну, все, что вам нужно по надобности, все минимально. То есть не надо, что прям отовариться всеми электротоварами. То есть, ну, по крайней мере, чайник нужен всем, да, сегодня. Возьмите самый дешевый чайник. Он вам прослужит, сколько прослужит. Новый, хороший, крутой. Вы уже себе купите всегда, понимаете. И уже будет он вам служить дольше. Значит, вот я хотела так вот. Я хотела в связи с этим показать цены. Что цены колеблятся. Боже, сейчас она будет играть. Значит, есть чайники за 30 долларов. Вот, есть кофемашины разные. Есть вот опять духовочка маленькая. Пожалуйста, тоже здесь есть у нас и, как она, фритюрница, и электро-такая, slow cooker. И еще вот, пожалуйста, за 40 долларов тостер овен маленький, совсем маленький. Там пицца, что-то подогревать детям на завтрак, что-то небольшое. Вот, гриль такой для бутербродиков. Вот, какие-то тоже электро-кастрюли, электрогрили. Миксеры. Вот, даже, видите, KitchenAid можно купить за 248 долларов. Понятно, что это какой-то минимальный размер. Какие-то другие вещи. Вот, попроще пошли еще. Тостеры всякие, грили и блендеры и так далее. Смотрите, то, что вы видите, это не значит, что это минимальная или максимальная цена. То есть, есть намного дороже, есть намного дешевле. Это все надо стричь в магазине. Но, чтобы какой-то вы получили ориентир, я вам вот это вот показываю. Так, и все, по-моему, на этом заканчивается. Я не буду вам прям показывать прям все. Ну, я не знаю, так пролистну до конца. Здесь, видите, уже мебель сейчас начинается. Сезон уже начинает выставлять то, что на патию выставляют. Только для машин здесь неинтересно. Всякие, как они называются, там масла, запчасти. Тут тоже еще какая-то фигня одежды, книжки, фильмы. Это для уборок всякие. Хим, 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 химия домашняя, бытовая. Вот тоже всякое-всякое. Вот велосипедики разные. Сейчас тоже начинается сезон, потому что весна, тепло. О канадце, как я уже многократно рассказывала, очень любят ездить на велосипедах всей семьей. Вот эта Oster считается неплохой фирмой. Она не то, чтобы супер-бренд, но он на ряд выше стоит, чем, например, какие-то более дешевые производители. И они считаются очень прикольными и в Америке, и здесь. И у них обычно достаточно цена, ну, как сказать, приемлемая. Видите, здесь даже в рекламе написано, что все, что вы видите на этой карте, ну, вот здесь, стоит 30 долларов. То есть, неважно, что вы выберете, 30 долларов. То есть, и этот хенд-блендер, и тостер этот маленький, то, что вот вверху я, да, перечисляю, и вафельница, и вот кофемейкер вот этот, и чайник, и вот этот вот слоу-кукер. Все это 30 долларов стоит. То есть, не все вместе, а каждый по отдельности. То есть, вот такая вот цена. Опять-таки, есть разные дилы, разные дилы, и все можно, ну, подобрать по своему бюджету. Я просто рекомендую Walmart, особенно для новоприбывших. Вы не знаете всех, вы не знаете всех магазинов, которые есть. Вы не знаете, ой, настоящие цены, где дорого, где дешево, как это все идет. А здесь как раз получается беспроигрышный вариант. Потому что вы приходите, у вас есть, грубо говоря, 10 брендов, которые от самых низких до самых высоких цен. Вы можете выбрать, что вам нравится, как вам нравится. То есть, и бюджетный вариант без проблем, как бы. Вам не надо его искать, сразу идите в Walmart. Самое дешевое, это и есть ваш вариант. Вот, очень много раз сказала одни и те же слова. Ну, в общем, короче, тормозну-ка я. Вот такая погода, и я торможу. Сумасшедший дом. Это играет на игрушки, которую сосед принес. Идо смотрит. Ну, варится, ну, варится. Сейчас идем. Продолжение следует... Продолжение следует...